Делаем еще разочек? Погнали! Эх, прикрою я такую! Сейчас мы врежемся в собственное облако. Оп! Эй, мы уходим вверх над облаками. Обожаю такие полеты! Здравствуйте, как уважаемые любители летных видов спорта! О! Вот, наш электрический пипистрель летит рядом со своей тенью в облаке. И мы находимся в атмосферной волне. Что у нас с компьютером случилось? О! Не выть! Мы взлетели, было 72% заряда батареи, теперь 56%. Можете смело почитать, что всего лишь 16% заряда, около киловатта электроэнергии, мы израсходовали, чтобы подняться в небо. Сегодня наконец-то работает динамик. Помните ролик, что лучше, электричество или бензин? Вот во вчерашнем, в прошлом ролике победил бензин. А сегодня, друзья, побеждает электричество. И я вам таки расскажу, почему. Потому что вчера на двигателе Rotex 535C открутилась магнета. У него выкрутился очередной болтик. Ну, его закручивали там 11 лет назад. Видимо, локтайт уже высох. Регламента в этом случае не предусмотрено. И болтик вот над той горой красивой выкрутился, разнес к чертове матери систему зажигания двигателя. Мой друг Саша встретил меня в грустном состоянии. Я уже собирался выкидывать мотор. Он говорит, подожди, его не заклинилось, с ним что-то другое. Мы его разобрали и благополучно нашли то, что в системе зажигания действительно топчит болтик. Его вытащили. Но и осталось от запасного двигателя перекинуть систему зажигания на тот, который стоит. На это нужно пару часов. Ну, в данном времени мы взяли электрический планер и прекрасно на нем летаем. Так что 1.1 электричество и бензин примерно 1.1 сейчас относятся. Так, что же мы сейчас делаем? Как бы сюда выбрались, скажете, на всего 1 кВт электроэнергии? 1 кВт, кстати, у нас стоит 25 евроцентов, если что. Но мне не стоит ничего, потому что у меня на доме солнечные батареи. Я могу заряжать планер на халяву. Даже если не на халяву, очень недорого. Понятно, что ресурс батареек, все такое, но можно летать от солнечного света. Что я думаю, буду делать в будущем. Поэтому, как вы видите, все работает. Значит, какие были с этим планером проблемы? Вы пока любуйтесь видами, а я вам все же интересно, что же, Волков, ты оставляешь себе такую электрическую игрушку или нет? А я вам скажу сейчас честно, я не знаю. Первонаперво все-таки нужно привести в порядок батарею. Это стоит достаточно дорого. Ну и пока недоступна версия 3, которая действительно уже грамотно сделана. Поэтому такой планер эксплуатировать в таком виде можно. То есть мы будем на нем полетывать, но немного. И я надеюсь, все-таки, что мы его перейдем в порядок. Вплоть до того, что сами соберем батареи. То есть сейчас можно перебрать батарею, которая сейчас есть на новых элементах, более емких. И она будет там уже 60, не 40 ампер часов и 60. Баттери менеджмент систем использовать старую. Батарею я уже вскрывал, про это сделаю отдельный ролик. Покажу, как это все можно чинить. Типестрель система закрытая. Она, к сожалению, не дает ни логов, ни кодов, ни прошивок, ничего. Типа шлите нам, мы все починим. А точнее сейчас шлите нам, мы ничего не починим, потому что у нас старых элементов нет, а новые мы вам не дадим. В общем, все в современном мире, как обычно. Поэтому нет в жизни счастья, что называется. И с электричеством свои проблемы. О, если вы видите, там радуга зажглась. Я в последнее время всегда троллю тех, кто радугу запрещает. Ищет в ней какие-то скрытые смыслы. Почему там радуга образуется? Потому что падает сверх вот эта вода. Сейчас тапок мой отражается, а не радуга. Эх, ладно. Не, ну она видна просто на камеру и не заснимает. Не надо искать в радуге скрытые смыслы. Это просто физика, явление природы. Вот это явление природы, которое позволяет там сейчас летать. Мы вот, вот, наш аэродром, кстати, сейчас открылся. Виден хорошо, я заставил облако, в которое мы врезались. Вот гора Рамбар, крыло показывает. Вот мы на нее взлетели и выпарили очень быстро. То есть почему расход маленький энергии? Потому что только на взлет, на набор там буквально 300 метров высоты. И сейчас, видите, вот устойчивое течение воздушное. Ну, где-то в районе там от 2 до 3 метров в секунду. Я специально не лезу вверх, потому что там не так красиво. И показываю вам возможность, что да, электрический планер, мало того, он может летать в ветер сильный. Вот сейчас 33 километра в час, было 46. То есть ниже ветер чуть сильнее. То есть мы взлетали 12 метров в секунду. Да, тяжело, да, разворачивает. Но в целом вполне себе доступно. Что из хорошего? Конечно, управляемость у кипестреля просто потрясающая. То есть ручку там, как можно одним пальчиком держать. Летит он прекрасно. Слушается, можно сказать, силой мысли. Вот ученик у меня может летать. Хочешь попробовать? Давай, сейчас до облачка долети. Сейчас мы немножко тень свою поснимаем. То есть в целом все замечательно. Про минусы я уже сказал. Это вот, собственно, старая батарея и непонятные перспективы ее ремонта. О, вот сейчас мы опять тень свою заснимем. Видите, облака формируются, их выплевывают снизу ротором. Я сейчас специально зашел назад немножко, чтобы с разворота вам опять врезаться в облако. Явление оптическое это называется гала, глория. Блин, я все время оба ноги, я их все время путаю. Вот научите меня, как можно запомнить. Потому что у меня иногда в одну ячейку памяти пишется два слова, бывает у вас такое или нет. И все. Вот у меня есть одна улица в Вильнюсе, которая вот никак я не могу ее запомнить. Две точнее. Они даже не похожи по названию, но для меня они похожи. Оп, вот скорость сейчас 180. И я в это оптическое явление врезаюсь. Прекрасная стабилизация у телефона. Позволяет, у нас по кабине сейчас потряхивает, но снимается хорошо. Видите, вот это облако постоянно выплевывает. То есть вращается ротор и образует облако. А дальше оно тает. То есть оно не стационарное. А дальше следующее, видите, облако, можно туда перелететь. Перед тем, кто тоже облаком волна стоит. Самая сильная волна стоит вот там, около Пик-де-Бюра. Там сегодня Клаус полетел на какой-то очередной рекорд. Он взлетел раньше нас сильно, почти на рассвете. И собирается сюда куда-то, сегодня куда-то в Италию путешествовать. Вот опять вам классическое роторное облако. Как оно? Так, надо, чтобы... Вот видите, оно прям на глазах растет. Вот его выплевывает, оно формируется. О, вот оно, красивый ракурс. Чпуни! Эх, еще разочек. Пах-пах-пах! Это просто праздник какой-то, я считаю. Ху. Некоторые говорят, что какой-то несерьезный пилот, типа, слишком много веселится. Ну, а что грустить? Ну, вот если я грустил, то я бы там, не знаю, вот у меня вчера болтик отлетел, мотор выключился. Думаю, ну, грустно, конечно. Ну, пошел, полетал еще, приземлился. Думал, топливо кончилось. Но казалось, что немножко грустнее. Топливо было еще 9 литров. Ну, а топливомеры, кстати, врут иногда. Поэтому я всегда стараюсь взлетать полным баком. И машину, собственно, на всякий случай стараюсь полным баком держать. А то, мало ли, какое-нибудь веселье наметится. А так раз, и поехал сразу куда-нибудь. И канистры у меня еще хранятся с резервным запасом топлива. Вот, вот оно счастье. Вот, энергия, юркий планер, который управляется силой мысли. И доброе, вот такое вот восходящее утро. Еще есть хороших новостей, раз уж, как говорится, о хорошем говорить. Так я вчера вечером, как раз после того, как болтик приземлился, был расстроенный, сделал взнос за планер Стэмми, который в Южной Африке очень нам достался хорошо. То есть я продаю принцессу. И вот на вырученные деньги рассчитываюсь с долгами за еще один планер и покупаю Стэмми. Он прекрасный планер может летать на большие дистанции. У него дистанция 1800 километров на моторе. Все, что нужно для Южной Африки. Он у нас там с ангаром достается, с пилотом, который нам там будет помогать. Последующей зимой я еду в Южную Африку. Если кто хочет, можете присоединяться. Видите, как облака одним за одним образуются и насколько это красиво все смотрится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Вот они! Вот они черти! Прям выскочили внезапно! Ой, какая красота, друзья! Кусочек вставочка вам с другой локации. О, посмотрите! Как красиво парят с нами пташки! Вот они! Наши птицы! Целая стая! Целую стаю ему тут встретили! Вот что они здесь делают? Жратвы здесь нет! Просто обалдеют, так и как мы! Я их буквально заметил в последнюю секунду. И уже деваться, дергаться особо некуда. Сейчас, видите, с ними по спирали летаю. Лучше вот так, как я вначале летел не летать, потому что мы просто отходили от облака, но я как раз включал на запись телефон, и тут как бросилась у нас вся стая! Ну, аккуратненько, на минимальной скорости, чтобы даже был случай у меня, когда мы пересекали большую долину, и в последний момент увидели тоже птицу. И я ученик, я ученику говорю, птица, и он его увидел и зачем-то решил от нее отвернуть. И поднимающимся крылом ее стукнул. Птица, ну как, скорость была километров, наверное, 90, то есть относительно птицы мы почти не двигались. И он ее просто, грубо говоря, посадил на крыло, она, значит, посидела, но не посидела, она так, как сняли, стукнула по крылу и улетела. Конечно, было очень стыдно перед птицей за такое поведение нехорошее. Так, сейчас я... Видите, я их достать не могу, у них летные характеристики лучше. Конечно. А-а-а, вот сейчас я сброшу скорость, и вот эту птицу мы, по крайней мере, почти достанем. Смотрите, какая красотка. А-а-а, unbelievable. Надо фоточку сделать. Но птица нас быстро уделывает. Это, вот, я даже ферму сейчас этих птиц покажу. Вот крыло показывает на домике, там есть ферма, где этих птиц подкармливают зимой. Какой-то редкий вид птицы. И они там тусуются, жрут что-нибудь. Ну, и вылетают, вот так полетать с нами. Не знаю, понимаете, да, что на такой высоте явно нет еды. Еда значительно ниже. Но они с удовольствием вот так носятся по небу. Видимо, все-таки есть какие-то птичьи гены у них. Вот, я сейчас по максимуму сбросил скорость. Мы почти на одной скорости с птицами летим. Вот они тут резвятся. Мы, между тем, выскочили с волны. Вот эта гора дает волну. Видите, облака с нее стекают, опускаются вниз. Потом идет отскок. И вот в этом отскоке мы как раз сейчас и держимся. Ну что ж, наверное, я наговорил достаточно. И новостей он рассказал про Африку. Да, про Африку сказал, можно с ноября месяца будет по конец января, по начало февраля, приезжать в Африку и летать на одном из самых лучших навороченных манеров на планете. То есть там 940 трок с полноценным двигателем. 114 лошадиных сил, если не ошибаюсь. На нем планер очень быстренько взлетает. И самое главное, что может очень-очень далеко летать. Что Mazda для Африки, потому что были случаи, когда мы там застревали по грозам. Я даже заходил на вынужденную посадку на аэродром для миллионеров. Цволу. Про это даже рассказик есть. Называется «Капкань для принцессы». На канале есть как раз раздел о виде сказки. Там вот этот цикл есть. Мы попали в грозу, чудом, мы сбежали, приземлились, спасались и так далее. Надеюсь, такого не повторится. Ну и как раз вот этот большой запас топлива, все-таки 120 литров топлива в штемме, и его хватает, повторю, на 1700 километров, если лететь только на моторе. Но вышли на моторе, мы не любим летать, мы любим летать без мотора. Вот это мы и будем делать в Африку. До новых встреч, глубоковажаемые любители летных видов спорта. Ю-ху! До новых позитивных роликов! Субтитры делал DimaTorzok